Здарова! И сегодня у нас Shadow Warrior 2! Это экшен от первого лица про самурая с внушительным арсеналом жопных шуток. Итак, графоний мог бы быть хорошим или даже отличным, но экономия на лицевой анимации не пошла ему на пользу. Да и сами лица тут довольно стрёмные, как будто сделаны из куска окаменелости. Ну да ничего, бывало и похуже. С другой стороны, я же играл на минималочках, а если включить размытие и засветы, то ваша психика почти не пострадает. Оптимизацию тут внезапно завезли, и рекомендованные системные требования похожи на правду. Ту самую правду, при которой вам понадобится 8 гигабайт оперативки. Ага! У меня же игра на минималочках в Full HD показывала более 70 кадров, что вполне подходит для экшена. Сюжет тут, видимо, очень тесно переплетён с прошлой частью, потому что мне было ровным счётом нифига не понятно. Ну да не суть важно. Всё равно это развесистая клюква про таинственные исследования демонов и крутого самурая. Но самое главное в нём – это жопный юмор, который мы все так любим. А если вы его почему-то не любите, то просто проходите мимо. Эту игру вы точно не оцените. В общем, мы играем за самурая-наёмника, что само по себе уже бред. И наше первое задание мы, конечно же, запорим. В результате девчонка, которую мы должны были спасти, поселяется у нас в голове. Знаете, на его месте я бы так всё и оставил. Ну а чё, прикольно же. Но наш герой не переносит женскую болтовню, и таки будет искать лекарства для её тела. И это всё на фоне шуточек про бритый скворечник, виски и яйца. Ну что я могу сказать, это просто шедевр. Для тонких ценителей жопного юмора. Геймплей же тут ориентирован на ближний бой, несмотря на кучу стреляющего вооружения. То есть даже со стволом нам придётся сокращать дистанцию до врагов, не говоря уж о мечах. Оружия тут довольно много, и мы всем будем пользоваться. И не только потому, что патрончики кончаются, но и из-за механики игры. У некоторых пушек будет элементальный урон, а у противников, конечно же, будут резисты. И поскольку уровни у нас генерятся, и есть некоторая случайность в генерации противников, то мы запросто можем в конце уровня встретить врага с резистом к физическому урону. А патрончики-то для элементального оружия уже закончились? Конечно, оружие через резист бьёт, но гораздо слабее. А на более высокой сложности сопротивление и жизни врагов растут, а патронов больше не становится, и подобные ситуации нам будут сильно мешать. Но в основном враги не оказывают нам серьёзного сопротивления. И проблема в том, что их мало. А механика игры не заточена на дуэли, и один на один начинается просто избиение бесполезного бота, хоть и иногда довольно жирного. Также тут есть прокачка оружия, эквипа и умений. Её действительно много. Вот только на второй сложности я не почувствовал в ней особой необходимости. Ну то ладно, возможно далее по сюжету она пригодится. Не знаю. А кроме сюжетных миссий нам будут выдавать ещё и побочные задания, чтобы мы могли немного прокачаться. Ну, как я уже сказал, смысла в этом немного, но это же шанс услышать ещё пару жопных шуток, так что однозначно проходим. В итоге у нас хороший экшен, с оптимизацией, клюквенным сюжетом и всё же неплохим геймплеем. Вот и всё. Всем пока и подписывайтесь, если хотите узнавать о игровых новинках. Субтитры сделал DimaTorzok